Зимняя рыбалка – любимое хобби многих мужчин. За плечами ящик со снастями, в руках ледобур, на шее – эхолот. На каждом водоеме и сейчас, несмотря на оттепель, сотни рыбаков. Тем временем специалисты не устают напоминать – лед этой зимой не только на реках, но и на озерах и затонах очень специфичен, а если точнее опасен. Наш корреспондент Марина Джалая постаралась найти ответ почему, а заодно понять, что стоит за потребности в экстремальном. Я очень боюсь выходить на лед. Я выходила один раз в жизни, в детстве мы переходили в Добрыши через реку. Я это запомнила навсегда и думала, что в моей жизни этого больше не произойдет. Но вот случилось такое спецзадание, нужно его выполнить. Нужно пройти 300 метров приблизительно до рыбаков. Адреналин я уже чувствую. Надеюсь, что с заданием мы справимся. Сюжет выйдет в эфир. Рыбаков во время съемок на заливе около Гомельской областной больницы оказалось около ста. Но это в будний день. Выходные, говорят, втрое больше. А если клев, то эту территорию делят около полутысячи любителей зимнего лова. Дмитрий Уклейкой своей жизни без рыбалки не представляет. Это увлечение с детства. Его фамилию, как нельзя лучше подходящую для этого хобби, знает буквально каждый любитель посидеть с удочкой. А кто не знает, может посмотреть внушительные фотоотчеты Дмитрия в соцсетях. Что касается этого залива, его рыбак облюбовал давно. Место красивое, рыба прикормленная. Лед, утверждает рыбак со стажем, здесь прочный. На наших глазах делает новую лунку. Толщина льда около 45 сантиметров. По данному водоему это практически такой везде лед. Конечно, есть там вот несколько промоин. А вот если взять на реку, то там лед, конечно, тонкий. И туда ходить небезопасно. Вы не ходите на реку? Нет, на реку я не хожу. Во-первых, и погоды такой не было, сильных морозов. Снег был, он не давал льду замерзать. Во-вторых, там течение, там опасно. Здесь опасности нет. Здесь уже рыболовы ходят каждый день. Они знают этот весь участок, ну, как свои пять пальцев. Участки этого залива рыбаки между собой называют корчи, зазеркалье, яма. На яме самая большая глубина, до 16 метров. Но опасность не здесь, а чуть подаль. Там находится место с промоинами. Недавно, говорят рыбаки, их было очень много. Сейчас мы нашли только одну. Опытные рыбаки эту территорию обходят стороной. И поясняют, выходя даже на известные места, не помешает позаботиться о личной безопасности. В ноябре месяце мы уже вышли на лед. То есть уже было довольно-таки комфортно ходить. Лед удобный, безопасный. Ну, опять же, для безопасности желательно одевать жилет защитный. То есть это не помешает. Независимо от того, что лед, допустим, 30-25 сантиметров, жилет никогда не будет лишним. С собой рыбаки советуют прихватить и вот такое приспособление. Это зацепы. Их еще называют спасалкой. Это самодельный вариант, который сделан из каленого, скажем, с каленой стали, с закаленной стали, с деревянной ручкой. Но суть одна. Опять же, вот видите, вот самодельная вещь и вот заводская. Тут длиннее, да? Если лед присутствует, скажем так, на льду, какая-то неплотная верхняя часть, либо снег, то вот этим заводским изделиям, может быть, не удастся, скажем так, надежно вкалотся в лед. Этот более надежен, может быть. То есть здесь есть свисток. Свисток, да. Позвать на помощь, потому что когда человек проваливается под воду, он сказать ничего и громко пикнуть не может. Ну, самая главная функция этой вещи, что она должна лежать где-то в максимально доступном месте, вот как у меня, карман никогда не застегивается. Несмотря на внешне прочный лед, у берега табличка. Она предупреждает, что ледяной слой здесь тонкий. И это не парадокс. Из-за частой смены температуры лед на водоемах региона в этом сезоне, как говорят специалисты, напоминает слоеный пирог. Плотный слой чередуется с рыхлым, а это грозит образованием промоин. Где – не предугадаешь. Поэтому 20-30 сантиметров льда – не показатель его надежности. В связи с тем, что изменились погодные условия, резко ухудшилась обстановка на водоемах нашей области. Во-первых, лед, ледовое покрытие формировалось в сложных условиях. Погода сменялась от оттепелей к морозу, выпаданием снега. И поэтому, разумеется, все это оказало влияние на формирование ледового покрытия. В связи с тем, что повысилась температура, сейчас на ледовое покрытие оказывает влияние и погодные условия. Это и туман, это и осадки, талые воды и другие природные факторы, которые влияют в целом на ледовое покрытие. Поэтому ледовое покрытие стало резко ухудшаться. У каждой стороны этой истории в философии экстрима своя правда. И здесь психологи настойчиво рекомендуют не забывать главного. Никакой богатый улов не стоит волнения близких. Что касается семьи, это высокий уровень тревоги за безопасность этого человека. Нужно говорить, еще раз, еще раз напоминать. И говорить не о том, что ты плохой, ты не заботишься о нашем благополучии, а нужно говорить. Мы беспокоимся за тебя, пока ты на рыбалке. Я тревожусь, пока ты там сидишь на льду. Эта рыба не стоит того, чтобы я так долго переживала и волновалась. Это разрушает нашу семью. То есть нужно об этом просто говорить. Сначала ледостава жертвами воды стали два человека. В Речице на днях утонул рыбак, а в Добруши в ноябре – подросток. Да, рыбалка для сотен жителей региона – хобби номер один. Да, подледная охота и сама философия экстрима для многих – то, от чего так сложно отказаться, несмотря ни на что. Однако сотрудники освода в очередной раз подчеркивают, если таких рисков нельзя избежать. Позаботить хотя бы о том, чтобы их минимизировать. Хорошая экипировка, знание местности, осторожность и осознание опасности любимого хобби еще никому не помешали. Марина Джала, Валерий Гопанько, Новости недели.